Виктор Колотов стремительно ворвался в штрафную площадь соперника и не оставил Маричу никаких шансов. Первый гол, он же дебют Виктора Колотова в советской сборной. Потом уже чемпион Европы, бронзовый олимпийский призер, капитан сборной страны. Хотя все началось с простого дворового футбола в Казанском Юдина. Скромный, работоспособный, таким его запомнили товарищи. Пришел молодой парень, такой невзрачный. Еще Николай Иванович Стантебрел говорит, ой, что это за мальчишка такой вот. И он сразу влезется в коллектив. И так у нас идет подготовка к началу церемонии. Стал играть сразу в составе. Открытие нашего турнира, уважаемые болельщики. И забивал уверенно. Колотов стал единственным игроком казанского рубина, сыгравшим за великую советскую сборную. За 55 матчей, 22 гола. Кубок кубков в руках у Виктора Михалчат-Колотова. Таких ударов головой Виктор Колотов в свои 18 лет мог выполнить более тысячи. Он тренировался день и ночь, не жалел себя. С мячом он, можно сказать, спал. В честь 70-летия со дня рождения футболиста на центральном стадионе более тысячи болельщиков. Здесь играют команды из России и Белоруссии. Для многих это возможность увидеть друзей. Бывшие игроки доказывают, футбол с ними навсегда. Турнир – это очень замечательно. Вот этим своим проведением для детей показ. Сейчас они, если посмотрят, как в таком возрасте люди играют в футбол, как они отдают это игре. Это воспитательный момент для детей. Очень салютный. Единственный памятник Виктору Колотову в Зеленодольске. Отлитый из бронзы, его взор всегда направлен на поле. Наталья Мезина, Алмаз-Заедина, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok